Продолжают оккупанты лгать не только всему миру, но и самое страшное украинским детям. А, конечно, как лгать украинским детям, если не поменять систему образования? Если вместо украинских учебников не выдать русские, если не убрать вообще историю Украины из школьной программы? Ну, без промывки никуда. И вот, есть определенные подтверждения. По звонку начнут врать. То есть буквально с 1 сентября уже даже раздали методички учителям на оккупированной территории. Мы говорим сейчас о Луганской области. И то, что там написано, содержание, это даже не сказки, а какие-то больные фантазии воспаленного воображения. Давайте об этом поговорим, об этих новых нарративах, которые пытаются навязать украинским детям с первого класса, с младшей школы, рассказать о том, что Украину зачем-то придумал Ленин. И это только одно и самое популярное из нарратива в этой методичке. Мы об этом поговорим с Тарасом Загородним, политтехнологом. Тарас, здравствуйте. Вы с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Тарас. Методичка шокирует на самом деле. Великороссы, малороссы, белорусы. Вот что-то вот намешано. Вы читали ее, видели там какие-то новые хиты, так сказать? Ну, смотрите, ничего удивительного нет. Ничего удивительного нет. Знаете, это еще Геббельс, по-моему, говорил. Если людям не рассказывать их историю, то через поколение это будет быдло, с которым можно управлять. Кстати, немцы, когда оккупировали тогда территорию Украины, они же открывали школы. Там преподавалась математика, преподавалась какие-то предметы, но не было истории. Почему? Потому что любое тоталитарное общество понимает, что если люди не будут знать свои истории, не будут знать, кто они такие, то через поколение они уже будут фактически рабами метрополии. Поэтому то, что делает Россия, абсолютно закономерно, абсолютно в их логике. То есть, смотрите, чем еще поменялась путинская Россия. Путинская Россия, она отходит от концепции Киевской Руси, которая господствовала еще со времен Петра Первого, подтвержденной Екатериной Второй и так далее. Они полностью хотят стереть вообще с памяти россиян и всего мира о существовании даже Киевской Руси. Они еще с 2014 года начали вот в своих Википедиях и всех остальных удалять название Киевская Русь и менять его на Древняя Русь. То есть, они хотят полностью уничтожить любое упоминание об украинцах, любое упоминание государственности. Как подтвердил еще Михалков, недавно выступая перед учителями, что и украинский язык сам по себе является украинофобским. То есть, это война на уничтожение. Война на уничтожение и, соответственно, программы, которые мы видим, это продолжение той политики, которой Путин продвигает уже не один год. То есть, это стереть память, стереть память о языке, стереть вообще украинцев с лица земли. То есть, это полномасштабный геноцид в его таком кристальном понимании. И я не удивлен, что вот в таких программах вот это есть. Ну, слава богу, что все-таки Украина уже переживала все это. Это был и Емский циркуляр, был и Валуевский приказ, который еще в 19 веке. И были еще неоднократные запреты на использование украинского языка, использование украинских книг и так далее. Но это все равно ничем империи не помогло. Это все равно имело обратную реакцию. Но, к сожалению, пока на оккупированных... Но, опять же, мы тут должны понимать, чем отличается от Российской империи. Даже Российская империя более мягко относилась к украинцам. То есть, запрещалось в официальном обиходе, но где-то вот оно, знаете, никто все-таки на каком-то уровне запрещал общаться на украинском языке. На всех оккупированных территориях общение на украинском языке считается преступлением. То есть, это еще более масштабный геноцид и масштабное уничтожение украинской нации. Ну, видите, да, были частью империи, как бы проблем не имели, да, бы сказали россияне. Тарас, а вот как вам то, что Россия якобы наследница Великой Византии? Интересное сообщение о том, как... Тарас, на... Центры... Да, Саша, смена, ну вот... Слушай, Катерина, что происходит? Ты знаешь, да, когда... На моем включении второй у нас гость, так сказать, слетает на телевизионной терминологии. Но, уверен, что коллеги уже Тараса перенабирают. Я просто озвучу вопрос для того, чтобы зритель подумал, да, вместе с Тарасом Загородним и нашел для себя ответ, возможно, внутри. Так вот, в соответствии с этими новыми методичками, Россию предлагают школьникам воспринимать как наследницу Византии, то есть Византийской империи. И якобы вот северная часть этого потомства Великой Византии это Старая Ладога и Новгород, а вот уже когда-то потом, южнее, появился Киев. То есть оба города Ладога и Новгород, они появились намного раньше Киева. Но, кроме этого, абсолютно серьезно ученикам предлагают поверить в то, что злой Запад превратил Украину фактически в антироссию. Интересно, кстати, с какого периода, не с того ли, как начала Россия оккупировать Крым. Так вот, школьникам рассказывают о давлении Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и НАТО на Украину. Пропагандисты повторяют нарратив о терроре бандеровцев и освобождении украинских территориев от вот этого, как они называют, коричневого режима и так далее. Но, к сожалению, дети восприимчивые и вот есть опасность в том, что кто-то в это действительно может поверить. Саш, ты видел кадры из Северной Кореи, когда благоподобный лидер благодарил медиков за их работу в борьбе с коронавирусом? Люди плакали. Люди считают, что они родились в этой стране, они должны быть счастливы, не имея ни еды, ни денег, ничего не имея, они считают, что они счастливы. Очень похоже, что именно эта же модель создания вот такого закрытого общества, которое должно только знать ту информацию, которую сбрасывают сверху, вот эти вот сказки, мифы Кремля, это и есть какая-то будущая перспектива оккупированных территорий. И нужно понимать, что, наверное, вкладывать деньги в развитие этих территорий в Кремле никто не собирается. Сделать вид, да, но вкладывать нет. А просто вот иметь такую серую зону и взращивать людей, которые будут ненавидеть Украину, ненавидеть украинцев и повторять о том, что Ленин научил всех разговаривать. Слушай, пускай ненавидят, пускай сидят в своих стандартах и в своем мире, лишь бы не нападали на соседнее государство. Вот вопрос в этом, они готовятся, не готовятся ли таким образом армия бойцов, да. Пускай наслаждаются своей изоляцией. Так вот, Тарас Загородний, политолог, сейчас с нами на связи. Тарас, повторю вопрос, который вам хотел поставить. Как вам то, что Россию призывают воспринимать наследницей Великой Византии? И то, что наравне с такими городами, как Старая Ладога и Новгород, которые отмечаются, действительно являются той северной цивилизацией, наследниками Великой Империи, они были основаны намного раньше, Южного Киева, который был основан намного-намного позже. Вот эти все моменты, в них можно поверить, действительно? Ну, смотрите, опять же, это продолжение истории стирания Киевской Руси. То есть, смотрите, они все, они полностью, опять же, это, опять же, идет в логике уничтожения Украины, да. Они отрицают существование Киева. Видите, там же, в том же, там идет посыл, что Киев крестился, что Русь крестилась не в Киеве, а Владимир в Херсонесе крестил Русь, да. Почему? Потому что Крым, это тоже, Крым, то есть Херсонес, она называется Корсунем, своей сакральным местом. И они, опять же, это, то есть, эта политика, как я вам уже говорил, это отход от концепции Киевской Руси вообще. То есть, они, то есть, украинцев не существовало, Киева не существовало, в Киеве крещение не происходило. При наличии инструментария, который работает на российской аудитории, в принципе, это будет работать. Конечно же, это будет работать, хотя сложно, сложно, конечно, это полностью отрицать, потому что, ну, 300 лет российская империя говорила же все обратное. То есть, концепция же Киевской Руси, и вообще, когда вот украинцы, мы жалуемся, что не украли название Руси, это же было во времена Петра Первого. Кстати, соавтором этой концепции были как раз украинцы, которые из Киева были, Феофан Прокопович, которые подсказали, в принципе, эту идею, что империя должна, мы должны взять историю Украины, Киевской Руси, потому что она интереснее, это европейская история. А тут вот обратно, они там начинают вспоминать, что якобы у них там где-то Ладога была, что якобы они напрямую с Византии идут. Это все, это все звенья одной и той же цепи. Но, ну, знаете, ну, можно, конечно, этим заниматься, но я думаю, что все равно они, тогда они отрицают вообще существование, ну, как бы, отрицают собственную историю, которую они 300 лет сами и повторяли. Ну, если говорить про прошлое, конечно, да, тут можно крутить как угодно эти факты, но вот с настоящим-то не поспоришь. И вот, опять-таки, обращаясь к этой методичке, есть у них целый пункт про злой Запад, который якобы сделал из Украины проект антироссия, и о том, что НАТО, США, Европейский Союз давят на Украину, давят на то, чтобы она принимала неприсущее ей решение. И, слушайте, ну, все в российском обществе молодежь, они очень хорошо интегрированы с Западом. Неужели это возможно натянуть на здоровую голову, как вы думаете? Возможно. Смотрите, это новая технология, это другая уже технология, о которой мы идем речь, тоже, кстати, Геббельсом была придумана. Эта технология называется расчеловечивание. То есть, украинцы это не братья, украинцы это враги, которые идут с коварного Запада, которые, поэтому спокойно их можно уничтожать, потому что они угрожают существованию России. То есть, очень стройная теория. И давайте без иллюзий по поводу молодежи и всего остального. Они-то будут пользоваться западными какими-то там гаджетами и всем остальным, но то, что украинцы враги, спокойно будут воспринимать и будут воспроизводить уже в новых поколениях. То есть, этот маховик, этот маховик в действительности уже запущен. И даже после нашей победы это никуда не денется. То есть, этот яд уже проник в российскую, вот этот вот осатаневший фашизм. И он там будет вариться достаточно долго. Почему? Потому что Россия не будет оккупирована. Ну, давайте будем откровенны. Россия не будет оккупирована. И весь там процесс создания из нее нормальной страны, как это получилось в Японии и в Германии после Второй мировой войны, потому что эти страны были оккупированы. И там была американская администрация оккупационная. То этого не будет. Оно вот уже запущено. То есть, ну, с одной стороны, слава богу, там никто не будет нам лезть с криками «Мы братья», да? Вот, как бы будет понятно и так уже. Но, с другой стороны, это все, это, знаете, как знаете, есть как в анекдоте «Развод и девичья фамилия». То есть, мы к вам, вы к нам не имеете никакого отношения. И мы, слава богу, не имеем никакого отношения. Не надо нам рассказывать, да? Тарас, вы с нами на связи? Или нас? Я убежден, что Тарас имел в виду, под ней имеет отношение Россия к Украине, а не он к нашему эферу все-таки. Да, да, и мне кажется, что, знаешь, в этом вопросе для того, чтобы... Тарас Загородний, да, был в нашем эфире политтехнолог. Спасибо огромное.